Привет, друзья! Ставьте на паузу и подписывайтесь на мой канал. Я буду вам очень благодарна. Заворотнюк преследует. Артисты срочно обратились к властям. Российские звезды обратились к правительству Российской Федерации из-за ажиотажа вокруг болезни Анастасии Заворотнюк. Актриса Елена Корикова инициировала публичное обращение к министру культуры Мединскому. Из-за преследования журналистами Анастасии Заворотнюк и ее семьи Корикова попросила, организовать защиту для звезд, которые не могут спокойно сходить к врачу или в полицию. Елена отметила, что СМИ каким-то образом получают информацию сразу, как только фамилия знаменитости где-то появляется, будь то скорая или полиция. «Они разрушают жизнь людям искусства, лишая нас работы, личной жизни, а иногда и самой жизни», высказала Скорикова. Она напомнила, что от новостей умер Алексей Сахаров, который прочитал про себя гадости и получил сердечный приступ. После прочтения, как рассказала его жена, Алексею Николаевичу стало плохо с сердцем, и он умер. «А этот, кто написал, наверное, до сих пор живет. Только как он с этим живет?» – вопрошает актриса. Судя по всему, она считает, что та же участь может ждать и больную раком Анастасию Заворотнюк. Из-за этого артистка обратилась к министру культуры России. Она попросила защитить артистов от нападок «желтой прессы» на законодательном уровне. «Тогда в нашей стране будет процветать искусство, а не сплетни о людях, которые его создают». Ранее Анастасия Волочкова отличилась, когда опубликовала в сети пост, в котором хотела написать о поддержке Заворотнюк, но получилось так, будто бы Анастасия уже умерла. За это ее жестко раскритиковали в сети. Напомним, больница, в которой лежит Анастасия Заворотнюк, усилила охрану, чтобы не пропускать СМИ. Журналисты предлагали миллионы рублей за фото Заворотнюк или интервью в студии. А Андрей Малахов предложил дочке Заворотнюк 15 миллионов. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самых последних и актуальных новостей.